Доброе утро дорогие телезрители! Мы продолжаем вкусно путешествовать по городам и весям нашей республики. Сегодня мы приехали в село Малаешты. Малаешты – село с богатой и интересной почти пятивековой историей. Оно было основано в 1541 году и стало родным домом для многих поколений молдаван, которые своим трудом укрепляли и прославляли его. День рождения села, храм, приходится на 14 октября. И вот уже 473 года жители этого села живут под защитой покрова Божией Матери. Кстати, в селе проживает более 5000 человек. Домов здесь 3060, а общая площадь села 443 гектаров. Сегодня мы с вами посмотрим на красоты этого села и, конечно же, вкусно приготовим. Есть две версии происхождения названия села Малаешты. Первая версия говорит о том, что здесь жило много семей с фамилией Малай. Отсюда, соответственно, и название Малаешты. А вторая версия говорит о том, что когда-то здесь проезжали очень богатые люди. Остановились на привал, зашли в гости в один дом к хозяйке, она, конечно, их накормила. Но поели они мало. Хозяйка сказала – мало едите. Так и назвали – Малаешты. Сегодня мы отправляемся в гости к жительнице села Малаешты Светлане Валерьевне Киржой. Светлана Валерьевна – школьная учительница. А преподает она очень интересный предмет – технология. Раньше он назывался домоводством. На этом предмете девочек учат вышивать, кроить, готовить. Ну, в общем-то, что самое главное для девушки. Поэтому отправляемся в гости, нас тоже будут учить. Светлана Валерьевна, встречайте гостей! Здравствуйте! Проходите к нам гости. Вы нас ждали, не ждали? Ждали? Ну, тогда заходим. Идемте, нас пригласили. Добро пожаловать! Ой, Светлана Валерьевна, какие замечательные цветы! Любите цветы? Да, я люблю цветы, увлекаюсь ими. У меня всегда красивые цветы. Больше всего я люблю розы. Я так подозреваю, что в нашем палисаднике цветы от ранней весны до поздней осени. Ну, сразу видно, хозяйка, все красиво, все ярко. Хорошо, а что мы сегодня будем готовить с вами? Мы сегодня будем с вами готовить чорбу. Чорбу, кстати, чорба. Чорба – это болтанское блюдо, густой суп, который либо на четверть, либо наполовину состоит из кваса. Помните, борщ акру, который мы готовили с вами в первой программе. У нас сегодня будет борщ акру? Обязательно. Обязательно будет. Тогда мы отправляемся готовить чорбу. Пойдемте, приглашайте нас в гости. Куда? Сюда. Сюда. Елена Валерьевна, рассказывайте нам, что надо, какие ингредиенты нужны для этого блюда. Мы сегодня будем готовить чорбу по бабушкиному рецепту. И наши ингредиенты для чорбы. Стручковая фасоль, помидор, красный болгарский перец и желтый, морковка, лук, зелень, лиуштян обязательно. Это обязательно, это главный ингредиент чорбы, да? Борщ акру. И там что у нас? Рассол от помидор. И в обязательном порядке курочка. Ну, в общем, это главный ингредиент нашей чорбы. Ну, дорогие телезрители, мы, в принципе, курочку-то уже сварили, у нас бульончик есть, курочка тоже готова. Мы просто хотели вам показать, какая она красивая, жирненькая, желтенькая такая, замечательная. Вот, бульон есть, он кипит, а мы с вами приступаем к приготовлению. Что первое будем делать? Первое мы будем готовить зажарку. Зажарочку. Нужно зажарить что? Вы, наверное, будете лук резать. Давайте. А я морковку. Морковочка на терочку, лук меленько режем, вот терочка у нас. И обжариваем это все на растительном масле, да? Это у нас такая заправочка будет. А все остальные овощи в чорбу мы свежие. Так, вообще чорба это такой вот суп, и суп густой, как я вам уже говорила. У многих народов балканских есть этот суп. И у греков, и у болгар, у румын, у турков, ну, естественно, у молдаван он тоже есть. И в Македонии его тоже варят этот суп. И в каждой стране свой рецепт. Кто-то добавляет картошку. Ну, у нас тоже добавляют картошку, потому что получается так, сытно. Да, для мужчин, чтобы было сытно, чтобы было вкусно. Добавляют и капусту, добавляют и баклажаны, кабачки. Даже знаю рецепт с тыквой. В чорбу кладу тыкву. Вот, у нас сегодня вот такой наш особенный. А вы можете попробовать с любым ингредиентом абсолютно приготовить тоже чорбу. Так, лук у меня нарезан. Морковочку давайте мы включим газ. Вытрите, а я попытаюсь это все зажечь. Так, огонь горит. Я высыпаю сюда лучок. А вы, когда трете, высыпите морковочку, да? И оно, в принципе, вместе все может у нас обжариться. Так, у нас кипит бульон. Замечательно, очень хорошо кипит. Я думаю, что мы можем уже фасольку опустить туда. Да, давайте тогда мы в бульон опускаем фасольку. Так, опустили. Фасолька у нас кипит. Здесь у нас начинает жариться. Так, давайте мы курочку, наверное, приберем, чтобы она нас не соблазняла. А мы дальше. Дальше помидоры и перец. Вы желтый, я красный. Давайте вы помидоры, а я перец. Тут еще не хватает зеленого, чтобы был светофор. Вот так будет. Раз, два, три. Нет, вот так. Правильно. Так, перец тоже кубиками, я так понимаю. Да, режется. Хотя можно и соломкой, можно кубиками, как угодно, как нравится. Фасоль тоже может быть стручковая. Может быть, кто-то хочет приготовить с фасоли такой бобовой, да, целенькой. Есть, у нас есть и замороженная продается фасоль. Есть и сейчас вот весна, уже свежая, молоденькая, вот-вот будет. Вообще, по-моему, самое вкусное все с молодых овощей, да. Там у нас все потихонечку закипает. Все получится. Скажите, пожалуйста, Светлана Валерьевна, вы вообще готовить любите? Это, понимаю, глупый вопрос. Если вы еще и преподаватель технологии. Любите? Я люблю готовить, да, у меня еще две дочери, они мне помогают всегда. Мы вместе втроем на кухне. И вы, наверное, еще и учите их готовить, да, они с удовольствием учатся у вас. А сколько лет вашим доченькам? Одной 16 лет, а второй 6 лет. Ой, замечательно. Как зовут их? Старшую Юля, а младшую Ксения. Юлия и Ксения, маминой помощницы, две невесты. Да. Так, а помидорку, да? Давайте мы, наверное, можем сразу их опускать помидоры тоже. Да? Суп? Да, да. Или, наверное, перец сначала потом. Давайте, хорошо, тогда сначала перец. Давайте я в тарелочку. Берите тарелочку, тарелочку высыпайте. Девочки, значит, маме помогают. Да. Мама спокойно придет с работы, уже обед готов, да? Бывает. Бывает и так. Хорошо, когда девчонки в доме есть, да? А когда пацаны в доме это начинают, мама, дай кушать, мама, дай кушать. А девочки сами и приготовят. Да, правильно. А что вы больше всего любите готовить? Есть какое-то вот самое-самое любимое блюдо? Торты. Печь любите, да? Люблю печь торты. Так, а какой самый любимый тортик? Медовик. Медовик. И детям нравится, и остальным тоже. Понятно. Больше всего медовик. Дети всегда сладкое любят, в любом случае. Медовик, тортик. Плацинды делаем, голубцы делаем. Ну, какое же Мадамское село, да, без плацинды. Мамалегу варим. С разными начинками. Самое наше вкусненькое, да, то, что здесь есть. Так, перец, давайте, помогайте. Вместе будем все это делать. У нас как раз получится такой густенький хороший суп, как мы и хотели. Надо помешать морковку и лук, чтобы не сгорели. И здесь, наверное, можно чуть-чуть прикрутить. Чуть-чуть прикрутить, поменьше сделать огонь. Светлана Валерьевна, чем еще увлекаетесь, рассказывайте. В свободное время вышиваю бисером. Вышиваете бисером? Да. А времени свободного вообще много в селе бывает? По-моему. Зимой, жарким летом, когда 40 градусов на улице. А вы нам покажете ваши работы бисера? Можно будет посмотреть? Обязательно. Хорошо, давайте мы тогда сейчас закладываем овощи в нашу чербу, в нашу будущую чербу. Так, закладываем наши овощи, перчик. Перчик, он сейчас у нас чуть-чуть прокипит. В принципе, помидорки тоже нужно. Следующие помидорки. И помидорки сразу. У нас получается такой вот, такой получается у нас густой овощ. Ну, отлично просто, смотрите. Нам здесь не нужна ни картошка, ни капуста. Так, у нас овощи мы заложили. Все, в принципе, они должны чуть-чуть покипеть. Тогда режем зелень, подготавливаем. Да, пока кипит наша черба, мы зелим. Давайте я тогда, уже по привычке, лук. Это уже мое любимое, мне уж поплакать обязательно надо еще. Так, лукок режем. Вышивка бисером, да, это, наверное, огромное терпение надо иметь, чтобы вышивать бисером. А давно увлекаетесь вышивкой бисером? Как бы в этом году начало. В этом году только начало? До сих пор я делаю и за ригами разные подделки. Если я работаю в школе, кружок есть. Кружок ведете, да? Да, разные подделки. Из чего подделки? Из природных материалов? Орегами из бумаги. Да, это такие фигурки, да, из бумаги разные. Да. Интересно. А в этом году мы с девочками уже вышиваем бисером. Учите их тоже вышивать бисером, да, девочки? Да, разные картины. Больше всего им нравятся иконы вышивать. Интересно, а почему, как вы думаете, детям нравятся иконы вышивать? Больше всего иконы ихнего имени. А, то есть, как именные такие, да, святой. Ангел-хранитель как бы ихний. Ну, видите, и, наверное, все-таки это хорошо, что наша молодежь, наши дети тянутся, да, к вере, к церкви, к иконам. И сами себе своими руками делают ангел-хранителя, вышивают, да, такой оберег своеобразный. И моим девочкам нравится даже это, 6 лет. Дочки тоже вышивают? Тоже вышивают, все вместе садимся и вышивают. Здорово, замечательно просто. Наверное, надо всегда приобщать к труду. С самого раннего детства, да? Да. Когда умеешь что-то делать, еще своими руками, это ведь еще и прокормить может где-то в будущем, правда ведь? Так, что у нас там, наверное, можно выключать, да, нашу ложарочку? Так, зелень мы порезали ровно столько, сколько нам надо было, да? Да. Хорошо, пока у нас варятся овощи, пока у нас тут вы выключили, здесь мы все нарезали. Давайте вы пойдете и покажете нам ваши вышивки. Пойдем. Можно полюбопытствовать? А вы похвастаетесь заодно. Пойдемте, пойдемте. Так, мы прошли в комнату, где висят ваши вышивки, ваши работы. Хвастайтесь, рассказывайте. Это мои работы. Первая работа – ангел-хранитель. Вторая работа – святое семейство и леопард. И сейчас я работаю над работой. Это что? Это… Божья матерь, да? Да, это Божья матерь. Божья матерь, вышиваю сейчас работу. Замечательно. Бисера. Ну, вы понимаете, дорогие друзья, да, что это безумно кропотливая работа, что здесь… Какое количество вот здесь бисеринок уходит на такую большую? Очень много. Вот эта вот работа здесь 21 тысяча. 21 тысяча бисеринок, бисеринок, бусинок. Так, ну здесь, я думаю, тоже немало. Чуть больше. Так, чуть больше. 21 тысяча, а здесь чуть больше. Здесь и цвета тоже, смотрите, перетоки какие, да, идут. Чуть больше. Вы представляете, каждую надо воткнуть иголочку, каждую надо… Это сколько у вас терпения? Успокаивать нервы. Успокаивать… После школы успокаивать нервы? Нет, вы представляете, вот это вот все. Это, конечно, потрясающий труд, это очень долго. Ну, правильно, долгими зимними вечерами, да? Да. Когда делать особо нечего, в огороде ничего не происходит, да? Тогда сидим и вышиваем. Вышиваем. И вот сейчас лето будет, опять будет жара, тоже будем вышивать. Правильно, сиеста в обедик сели, повышивали, нервы успокоили. После школы пришли, нервы успокоили. Замечательно. Это, конечно, столько терпения. Я просто смотрю, какое количество здесь вот на вышивке разных цветов, как они быстро меняются, перетекают один в другой. Это же все надо подобрать и по цвету, и по всему. По цвету, да. И всего лишь 24 тысячи поселинок. Ерунда просто, понимаете? Попробуйте. Итак, дорогие друзья, мы вернулись на кухню. Наши овощи уже проварились, да? Вот здесь вот все кипит, отлично, они готовы. Тогда мы закладываем зажарочку, опустили ее, и сразу же можно следом сюда... Добавляем к главной ингредиенту борщ-акру. Вот смотрите, дорогие друзья, вот такой борщ-акру, вот он написан, продается в магазинах. Его можно купить, но можно делать дома, заквашивать. Так, добавляйте, пожалуйста. А можно еще добавить, вот у нас здесь есть помидорный рассол, да? От квашеных помидор. Помидор. Можно точно так же. Или сок лимона можно. Сок лимона подкислить. Можно капустный рассол добавить. Огуречный не рекомендуем, у него немножко не тот запах. Да, приходит. Вот, добавляем борщ-акру. Не все, да? И да, мы помним, что по рецепту где-то четверть или половина жидкости в чербе должно быть именно в борщ-акру. Да, давайте вот это вот мы добавляем. Ах, красота какая получается. Он должен быть кисленький, да? Этот суп густой и кисленький должен быть. Давайте тогда мы сразу... Теперь давайте посолим. Пожалуйста, соль. И обязательно мы еще кинем лаврушечку в наш борщик. В чербочку. Давайте попробуем посолим. А прямо открывайте так. Надо хорошо посолить, да? Вот так. Не стесняйтесь. Здесь он будет и кисленький, и солененький. Вот так два листика лаврушечки. И в принципе можно закладывать зелень сразу, да? Да, давайте. Можно сразу закладывать зелень. А немного зелени мы оставили для того, чтобы... Для красоты. Да, в тарелочку. Когда будет черба наша готова, мы... Свеженькая была. Давайте мы тогда сюда лучок. И зелень. Добавляем. Еще немножечко покипит. Квас этот закипит. Рассольчик минутки две. Чуть-чуть зелень. И фактически наша черба вот-вот почти готова, да? Все, немножечко кипит. А мы ждем. Ждем несколько минут. Дорогие телезрители, если у вас есть какие-то старинные, а может быть и новые рецепты, если у вас есть секреты приготовления каких-то блюд, и вы хотите ими поделиться со всеми жителями нашей республики, с большой аудиторией, а тем более, если вы хотите принять участие в нашей программе, пишите, пожалуйста, ваши письма, заявки вот на этот электронный адрес. Я с удовольствием все это прочту, поделюсь, расскажу об этом в программе, и, конечно же, приеду к вам в гости. Итак, дорогие друзья, наша черба готова. Ну что, Светлана Валерьевна, угощаем, да? О, какие ароматы, какая красота. Кусочек курочки. Кусочек курочки. Обязательно. Еще сюда. Это просто потрясающе. И он получается достаточно легкий, почти даже диетический, да, у нас такой. Так, еще, пожалуйста, одну тарелочку. Сейчас вот мы все это будем пробовать, а у вас, дорогие телезрители, есть еще пару часов до обеда, для того, чтобы приготовить такую замечательную чербу вашей семье. Так, отлично просто. И украшаем нашу чербу свежей зеленью. Свежая зелень и ложечка сметаны. И ложечка сметаны. Свежая зелень и вот такая вот сметаночка. И сюда зелень и ложечка сметаны. Можно еще кто хочет кислинки лимончика добавить, но мне кажется, что у нас и так все прекрасно, да? Добро пожаловать к нашему столу. И желаем вам приятного аппетита. Аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok